Я, если ты помнишь, раньше приводила пример с лампой. Это когда на лампе много-много слоев пыли, и свет практически не проникает. Ну, я имею в виду, если взять саму лампочку. И фактически человек, вот эта лампочка, которая покрыта плотным-плотным слоем пыли, знак равенства, ментал, и он как бы не видя вот этого, не зная, не помня, не ощущая вот этого света, он как бы ходит и ищет свет. И, будучи вот этим свечением, он как бы ходит вот вокруг себя и говорит, где же свет, где же свет, как же найти просветление. И только вот через распятие, когда человек начинает разотождествляться и обнулять, то есть стирать вот эту пыль, то есть именно разотождествление должно произойти между собой и этим менталом, то есть начинает стираться сами уровни пыли. И слоя за слоем как бы светимость начинает поступать. Или еще есть такие моменты, как протуберансы, ну такие просветы, то есть которые как бы, ну можно назвать просветлением, прозрением, инсайтом. Это такое поступательное, потому что если мгновенно, то это, знаешь, равносильно. Ну вот если взять человека, который сидел в темноте долгое время, и вдруг резко включить ему там прожектор, что будет. Вот когда, например, вот среди вот этой пыли, которая настолько уплотнилась, что уже как грязь такая, знаешь, как непроницаемая пленка, вдруг вот знаешь, как паутинка, так трещинка произошла, и вот эта грязь чуть-чуть раздвинулась. Самый главный наркотик в данной реальности, смысл – это самая главная зацепка. Это такой драгдилер, знаешь, который продает вот этот смысл. То есть вот эта зацепка, которая постоянно держит человека, как ослик и морковка вот в этой связке, что вот во всем должен быть какой-то смысл, какое-то значение, чтобы сбежать, чтобы сбежать в смысл. Потому что вот этот поиск смысла уводит от чего? От того, как Федя. Не от самого себя, как от Пети, Маши, Васи, Феди, да, а от самого себя, как сути, как бесконечные вот этой неприходящей настоящести. Но человек это не замечает, и даже не замечает того, что не замечает. Потому что он увлечен и вовлечен в поиск смысла. Смысла и интересности. Поэтому прозрение, оно всегда сущностное, а не ментальное. Вот это, которое Эврика, вау, вот я подумал, до меня дошло, я проанализировал, сделал выводы – это все ментальный процесс, это ментальная работа. Но это не контакт сутью, это не контакт вот с этим прозрением, настоящести вот этого сущностного. Страшно все время зависеть от дозировки, от любого, где найти, как увеличить эту дозу, и в конечном итоге прийти к тому, что уже ни одна доза не поможет. Это не страшно? Мужество происходит тогда, когда человек не боится встретиться со своим страхом, не боится посмотреть ему в лицо, да, в глаза. Но это не подразумевает, что вот обязательность, я боюсь высоты, висеть на крыше десятиэтажного дома. Я не об этом. Это именно вот эта склонность, эти тенденции внутри самого человека. Вот когда он направляет взор на это, ему открывается вот эта целая вселенная, но не в том понимании, как рисуют учебники там по астрономии или еще что-то, а именно бесконечное пространство вот этой природы себя настоящего, которую человек не знает и не ведает. Все, что он знает, это ювелирные игры ментала, матрицы ментала. Смотри, я все равно опять скажу, самый ключевой момент, на который всегда нужно обращать внимание. Вот смотри, и я говорю, если ты захочешь строить дом, тебе нужно бревна, да, или там деревья повалить. Тебе приходит коробка с каким-то таким агрегатом, инструментом, там, неважно, пила какая-то там специальная. Ты прежде, чем валить вот эти бревна, делать дом, что ты должен сделать? Прежде, чем ты начнешь действовать, ты должен вообще изучить, осознать, уловить, что такое перед тобой. Даже вот эти подкасты, о которых мы сейчас создаем и выпускаем, они нацелены только на того, кто срезонирует, кто уловит вот этот настоящий отрыг в себе. То есть подкаст не ставит своей целью кого-то куда-то агитировать, дать какую-то замену, какой-то вот вместо одной идеологии другой. Нет. Здесь как раз идет обнуление зависимости и потребности в любой идеологии. Вот в чем назначение этих подкастов и то, о чем мы здесь говорим. Поэтому прежде, чем что-либо добиваться, от чего-то избавляться, надо посмотреть на то, посредством чего ты это делаешь. Чтобы, еще раз говорю, разобраться со страхом или с чем-либо, какая-то любая другая тематика, сначала нужно понять, что такое разобраться, что это за механизм, установить наблюдение за самим принципом вот этого разбора, что зашито вот в этом, я буду разбираться, кто разбирается, посредством чего разбирается, откуда берется информация, откуда берется сам вывод в связи с той или иной информацией. Если этот процесс не взят под наблюдение, тогда получается, человек, это знаешь, как вот принцип, человек хочет испить с чистой родниковой воды, но если он туда идет, грубо говоря, с грязным стаканом, то вода чистой не будет для него, потому что как только она попадет в грязный стакан, она будет, естественно, окрашена, то есть произойдет химическая реакция взаимодействия с этой грязью, которая была на стакане. Ну, я такие утрированные примеры даю. Потому что, смотри, убираться со страхом надо сначала уловить, как работает механизм вот этого разбора, этого самого мышления, взаимодействия с этим мышлением. И тогда получается, когда человек адаптирован, он достаточное время находится в наблюдении, он уже чувствует себя уверенно, спокойно, он как бы уже как некий ас во всем этом плавает. И тогда он уже может направлять на какие-то более детализированные процессы, на более детализированные какие-то механизмы, частоты, на алгоритмы. А так, это просто игры ума. Это не имеет никакого отношения к настоящему прозрению, к настоящему обнаружению, к настоящему освобождению. Совсем не имеет никакого отношения. Разобраться, как так, что это такое. Не разобраться в плане того, перечитать всю библиотеку, которую ты там себе накопил, неважно, в буквальном виде или там в виртуальном состоянии. Запросить у самого себя, а что я знаю по факту. Как так, что кто-то что-то там где-то пишет, я должен это узнать. А что я знаю, на что я способен вот в этом узнавании? Ну, смотри, давай так. Но ведь согласись, от того, что ты перечитаешь кучу книг по вождению самолета, как бы пилотом, сможешь ли ты водить? В фильмах всегда, вот опять-таки, бесполезно искать стопроцентный ответ. Там могут быть наводящие вот эти ключи, подсказки, но не стопроцентный ответ и не стопроцентная истина. А однозначно, во-первых, потому что ментал не может транслировать истину. Истина принадлежит сознанию. Внутреннее, вот это чутье, внутренняя преданность, вот эта внутренняя сила тяги, она и выведет себя. Ты распознаешь, да стоит или да, не стоит. А человек как хочет. Ну, вы мне просто скажите, а я пойду. Вот дайте мне вот это, вот это, вот это, вот это. Хорошо, я заплатила, вы мне положите на стол. Это не ресторан. Где ты прочитал меню, тебе принесли, ты покушал, ну, заплатил, оставил чаевую. Нет. Она женщина вот в соцсети, и она говорит, вот я в свое время когда-то колдовала, там, привораживала, еще что-то. И тут я наткнулась на какой-то ролик в Ютубе, где какой-то там товарищ говорит о том, по-моему, психолог, который говорит о том, что вот это очень чревато, это плохая карма, это наказание, это возмездие. И вот она спрашивает, как вот вы считаете, что делать, как освободиться, действительно. И вот, знаешь, я и написала такую вещь. Вот, что если я вам сейчас скажу, что каждый раз, когда вы срывали заусинец у себя на пальце, то вы как бы вытворили карму, вы делали себе беду. Вот что будет с человеком? Смотри, вот мало ли кто что сказал. Важно, что человек ощущает сам по себе, знает, если он даже не знает, он должен признаться в себе. Ага, я не знаю, я лишь это прочитал. Да, мне кажется, что это так, да, мне даже хочется с этим согласиться, но он должен хотя бы, вот это мы немножко сейчас затрагиваем проговаривание с самим собой, чтобы человек хотя бы просто признался, что им движет. Мне лень исследовать, мне удобно, когда мне просто взяли и сказали. Но тогда надо быть готовым, что человек, вот, востоку такая информация, и он начнет бояться. ты не бежишь действительно от того, что ты видишь в самом себе и посредством себя. И здесь, смотри, образуется очень важный алгоритм, очень важный формат. Появляешься ты, который наблюдает за собой. И это не одно и то же. Ты как суть себя, ты как нео, ты как неприходящая настоящесть. И одновременно вот это взаимодействие между настоящестью и личностью, то есть то, что принято вот называть образом себя. Человек пока не ведает обо всем этом, пока не различает того, что он находится внутри ментала, внутри мышления, а контролируется этим мышлением, контролируется всей образностью, своей личностью, он априори себе не принадлежит, он априори жертва. И пока он не вскроет этот механизм, не вскроет этот рисунок сам в себе, он не освободится от этой жертвенности. Жертва это не обязательно от того, как только убьют там или еще что-то делают плохое, совершают какое-то насилие. Жертва это неведение того, что ты за все в ответе. То есть ты сам излучаешь, ты сам воспроизводишь с собой реальность и все, что с тобой происходит, не случайно, а стопроцентная закономерность. Нравится это кому-то или нет. Я еще хочу сказать, что вот, может быть, очень звучит это как-то двойственно сознание, ментал, там суть и личность. По большому счету есть только одно. И только вот в этом состоянии оно проживает некую иллюзию разделения. Потому что по факту, по факту с абсолютным ничего не происходит, с его целостностью, с совершенством и балансом ничего не происходит. Это знаешь, какой пример? Вот если ты, например, смотришь фильм про ядерный взрыв, твоя квартира не взрывается, твой телевизор не взрывается, ты не взрываешься. Так и абсолют. Вот это состояние человека, это забвение, это как сон. И во сне может происходить все, что угодно. Спастись внутри сна невозможно. Можно выйти за пределы сна. И это станет спасением и освобождением. Тот, кто ощущает себе зов преданности, намерения, он уловит эти подсказки во всем. И в обложке, и в тексте, и в подкастах. И может быть, даже то, что сразу кажется неявным, неуслышанным, по прошествии какого-то времени, если у человека будет продолжаться вот это намерение взаимодействовать и слушать подкасты, у него будет проявляться все больше и больше какого-то отклика. До определенного момента побег необходим. Это такая сила натяжения, сила удаления от сути самого себя. И даже человек об этом не ведает. Но когда, как говорится, все жизненные ситуации начнут бить, как говорится, такими тумаками по голове, человек начнет задаваться вопросом за что, почему, как так, как этого избежать. То есть у него наконец-то появится вот эта критическая масса, которая начнет приводить к некому разочарованию, и здесь появляется вот эта точка бифуркации, момент истины. Когда человек может задаться самому себе вопросом, а что делать? Куда я пришел? Что-то здесь не так. А что я знаю вообще, как это работает? Как это воспроизводится? И вот после этого может начаться путь к самому себе. То есть, грубо говоря, сначала удаление крайне необходимо для того, чтобы ощутив, что что-то не так, человек наконец-то начал задаваться вопросом, как это работает, почему к этому пришло, в чем закономенность. Есть два варианта. Он либо будет играться, спрашивать кого-то вовне, либо у него хватит мужества спросить самого себя. Поэтому здесь во всем должен быть некий такой баланс. То есть, есть вот этот момент, этот проход, вот этот момент истины, для точки дифургации, когда это возможно. Такое, знаешь, некое окно, некий такой люфт, когда это возможно сделать. Если человек протянет, то потом, кажется, поезд ушел, запрыгнуть уже в него не получится. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok